В мае 1982 года Андропов был назначен секретарем ЦК, вторым человеком в партии. Он покидает свой огромный кабинет на Лубянке, но в КГБ остаются подконтрольные и преданные ему сотрудники. Ничего от олимпийского изобилия на прилавках давно не осталось. Плановая экономика была в полном упадке, и граждане с зубами вырывали самые примитивные товары. Владимир Гантер был директором одного из самых популярных у москвичей универмагов. Его построили прямо возле метро. Он примыкал к престижному дому. Посетив ГУМ и ЦУМ, охотники за дефицитом всегда направлялись в Сокольники. Все крупные универмаги столицы работали по принципу, что утром где-то что-то выкинут. Выкинут в Добрынинском универмаге какие-нибудь финские сапоги, в ГУМе югославские какие-нибудь ботинки и так далее и тому подобное. И народ просто приходил к 8 часам утра к этим магазинам и искупал все, что туда привозили. Благодаря обширным связям Владимиру Гантеру удавалось выбивать для своего магазина рекордное по сравнению с другими универмагами количество дефицита. Называлось это словом «фонды». И тут у Гантера было все в полном порядке. Фондировалось все вот этим самым главторгом. И для того, чтобы тебе это все было занаряжено, ты должен был тоже туда, извините за выражение, отстегивать. Главным в московской торговле в то время был Николай Петрович Трегубов. Человек до 1982 года крепко друживший с министром внутренних дел Николаем Щелоковым, а после смещения Щелокова завязавший не менее полезную дружбу с секретарем МГК КПСС Виктором Гришиным. Трегубов начинал когда-то поваренком в рабочей столовой, а потом решил держаться поближе к прилавку. И в итоге дорос до поста начальника главного управления торговли Мосгорисполкома. От него зависело распределение товаров по всем торговым точкам. Какой магазин будет с планом, то есть получит дефицит, а кого из руководителей он будет распекать на ковре за плохую работу. Руководитель был не очень в системе, ему давали, как правило, могли дать невыполнимый план товарооборота. А при отсутствии товара, который распределялся сверху, а товары все распределялись только сверху, он, соответственно, никогда не мог выполнить план товарооборота. Директор Сокольников Владимир Исаакович Кантор у Трегубова был всегда на хорошем счету. Он уважал размах директора универмага. По столице ходили легенды о его капиталах. Давал ли Кантор за дефицит Трегубову взятки, никто не знает. Но всем известно, что они весьма тепло относились друг к другу. И универмаг Сокольники процветал. Долгое время этот универмаг не был в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, хотя информация поступала о том, что руководитель, генеральный директор этого предприятия, Кантор злоупотребляет, живет, как по тем временам говорили, непосредством. Самым любимым днем Владимира Кантора был день переоценки товаров. О том, что завтра на этикетках появятся новые цифры, рядовые продавцы заранее не знали. Весть об этом поступала внезапно. Спецоперация по переписыванию ценников проводилась под покровом ночи. Тебе звонят домашним телефоном, мобильных тогда не было, и говорили, предупреди своих домашних, сегодня будет переоценка, мы остаемся в ночь. Игры с ценами в советское время имели странный характер. Сталин любил цены понижать. Были летние и зимние цены. Летом продукты стоили на 2-3 копейки дешевле. Мелочь, а приятно. Периодически случалось и более существенное понижение цен, что преподносилось как очередной триумф советской власти. Спасибо родному Сталину за заботу о трудящихся. При Хрущеве цены стали резко расти. И известно, как страшно кончилось в Новочеркасске повышение цен на сливочное масло и мясо. При Брежневе цены не понижали. Но годами, пятилетками старались их удерживать на одном и том же уровне. Все изменилось в конце 70-х, когда бюджет трещал по швам. Стали минимум раз в год повышать цены на ювелирные украшения, которые в Советском Союзе считались надежным вложением семейного капитала. Золото не первая необходимость. Это вроде как предметы роскоши. Самое главное, на что обращали внимание, партийные советские органы, чтобы на прилавках было, чтобы люди могли купить одежду, обувь и так далее. А золото это такое дело, в общем-то. И поэтому в этой ситуации наценки, повышение цен происходило систематически. Ювелирный отдел универмага «Сокольники» был одним из лучших в Москве. Директор добился отличного ассортимента, почти как в фирменном ювелирном магазине. Ехали туда со всей Москвы. И, в общем-то, была большая секция. У него был интересный и дефицитный товар. Узнав о том, что скоро цена на золото поднимется, а государство набрасывало сверху минимум 20%, Кантор устраивал ревизию своих драгоценных запасов. Лучшие украшения он отбирал в большую кучку и лично выкупал по старой цене. На то, чтобы купить золото из своей секции, тратил по 80, по 100 тысяч, по 200 тысяч. Кантор скупал в магазине 70% всех украшений. И в день повышения цен открывал свой сейф и выдавал товароведу свои запасы для того, чтобы он прилепил новые ярлыки и выложил товар на прилавок. Прибыль у Кантора была фантастическая. И со временем он начал скупать кольца и цепочки не только в своем магазине, но и в других универмагах столицы. И маржа составляла там более 600 тысяч рублей. Ну, для того, чтобы было понятно, цена на проезд в метро была 5 копеек. «Жигули» стоили там 5, потом 7 тысяч рублей. А «Волга» стоила 9, ну, потом 14 тысяч рублей. Летом 1982 года Юрий Андропов неожиданно поднял в ЦК вопрос о плохом снабжении Москвы овощами и фруктами. Дело было действительно плохо. Овощные магазины в столице, как и во всем Советском Союзе, были ужасные. В них дурно пахло гнилью, и купить было нечего. Но первый секретарь московского горкома Виктор Гришин еще никогда не подвергался публичной порке на столь высоком уровне. Это было уже начало открытых боевых действий. Андропов ясно дал понять. Держитесь, ребята. Андропов развернул борьбу против своих конкурентов, как раз компрометируя их связями с теневыми экономическими структурами. Милицию Владимир Кантер на дух не переносил. И если в его приемной оказывался человек в погонах, на светофоре сразу появлялся красный свет. Прорваться к всемогущему королю московского дефицита могли немногие. А если это все-таки получалось, то директор универмага Сокольники сразу давал понять, что ничего не боится и требует относиться к себе как к очень важной персоне. Кантер спрашивает, вы пришли с проверкой, покажите свое удостоверение. После того, как удостоверение ему протянули, он взял его, порвал, бросил в мусорку, позвонил руководителю, сказал, ну что это такое, почему ко мне прислали лейтенанта. Потому что если пришли с проверкой, так не меньше, чем полковник должен ко мне приходить. ОБХСС боялись все. И в ресторанах, и в магазинах разного калибра. Ведь это были не просто проверяющие, не какая-нибудь санэпидстанция. Это была милиция. В воздухе торговой точки сразу пахло реальным сроком. У нас даже было так, что приходят, они вот открывают, например, висит платье или там стоит ботинок, открывают вот так ярлык и смотрят, если он не оформил, и не написано, когда эта обувь поступила в продажу и какого дня она продается, и что есть в них там печати и подписи. За это нас наказывали. Но Кантер принадлежал к касте граждан, которые вели себя с любыми проверяющими совершенно беспардонно. Если я приду к нему на поклон, может, он с ней зайдет, да, и скажет, вот я тебе выделю этот универмаг или этот, будешь там отовариваться. Хотя я с ним не имел никакого желания ознакомиться, потому что я знал, кто он такой, и я прекрасно понимал, чем это для меня может быть шлеват. При назойливом внимании милиции Кантер просто делал нужный звонок. И уже на следующий день высокий чиновник, к которому он обратился, отбивал очередную атаку. И директор универмага Сокольники продолжал спокойно работать. Один телефонный звонок начальнику ВВД, допустим, вот вы там разберитесь, кто-то из ваших сотрудников БХСС занимается ничем, следует. У нас мнение другое в отношении Кантера. Это добросовестный работник, у него, значит, переходящие знамена там красные, там грамоты там и так далее. Вот, он у нас на хорошем счету, а вы там начинаете там заниматься мелочевкой. Как правило, продавцы в советских магазинах просто спали, стоя у прилавков. Жизнь в торговой точке закипала, когда случалось поступление дефицитного товара. Завоз колбасы или сыра превращал гастроном в растревоженный улей. Уходят заведующие, продавцами говорят, девчонки, сегодня идет все красным. Что такое красным? Красным – это значит недостача. И девчонки, продавцы пошли обсчитывать, обмеривать, обвешивать. В результате создаются излишки. Предусматривался процент от выручки магазина на воровство. И таким образом вот этот весь процент, он уходил директорам магазинов. Австрийская обувь и польские джинсы, французские духи и финские спортивные костюмы – 30. А то и 50% дефицитных товаров в универмаге «Сокольники» не доходили до торгового зала. Прикормленные спекулянты щедро платили Владимиру Кантору за эти символы потребительского счастья. Ганты, рубашки, платки и так далее. То есть, ну, практически все изымалось из оборота, покупалось, выкупалось, продавалось спекулянтам. Ну, а те уже реализовывали по тем ценам, которым им было удобно. Все годы советской власти в гражданах каленым железом выжигалось желание зарабатывать деньги. Советская мораль предполагала жизнь скромную и служение государству за три копейки. Любая частная предпринимательская инициатива, даже пошив платьев на дому, наказывалась очень жестко. Минимум пять лет на нарах. Люди, которые ковали, как сегодня сказали бы, бабло, были невероятно хитрыми и бесстрашными не просто барыгами, а гражданами, интеллект и характер которых способны были выстроить сложнейшие схемы бизнеса в стране, где это было вне закона. Для того, чтобы обеспечить, допустим, большой размер доходов, это нужно обладать большими знаниями. Другой вопрос, это будут считаться доходы трудовые или нетрудовые, это все зависит от времени. Одни считали Владимира Кантера просто очень жадным человеком, который удачно занял место хозяина престижного магазина и нагревался потом даже на друзьях. Он мог пригласить близкого товарища на обед и продать ему галстук, который стоил 4,70 за пятерку. Говорил, видите, какой я тебе галстучек подогнал. То есть 30 копеек, но наварить с товара. Другие называют его очень умным человеком, опередившим время. Он вкладывал в оборот собственные средства, имея грандиозный коммерческий нюх и организаторский талант. И просто не хотел быть частицей серой массы. Это было желание жить красиво. Это было желание, видимо, ощутить собственную значимость по сравнению с остальными людьми. К началу 80-х в Советском Союзе сложилась мощная каста граждан, которая жила вне советских законов. Всевозможные цеховики, строчившие по подвалам ширпотреб, спекулянты и торгаши, имевшие доступ к дефицитам. Они сидели во всех самых дорогих ресторанах, широко гуляли на курортах, разъезжали на Волгах, имели квартиры и дачи, забитые антиквариатом, и дико раздражали рядовых советских граждан, замученных стоянием в очередях и серой жизнью от зарплаты до зарплаты. Массовые жалобы москвичей, жителей Московской области, что их обсчитывают, обвешивают, обмеряют. Везде фальшивые книги жалоб. Идет полнейший хаос в торговле. Рядовая продавщица из гастронома чувствовала себя хозяйкой жизни и с диким хамством обслуживала покупателей, бросая на серую бумагу кусок заветного сыра рукой, украшенной массивными золотыми кольцами. Даже рядовая должность в магазине означала полный жизненный триумф. И сам голодным не будешь, и родню прокормишь, и заработаешь на толкании из-под полы дефицита. Работники торговли в Советском Союзе – это была категория высокомерных, ну, отчасти безнравственных, таких людей, которые считали, что они чувствовали себя некой элитой общества. Все заведующие отделами и секциями в универмаге «Сокольники» были обложены данью. Только один заместитель директора Александр Чернявский каждый месяц вручал своему руководителю от 5 до 10 тысяч рублей. Половину заработанных на хлебном месте средств. Судя по материалу следствия, он даже заплатил за свое назначение. Они после... он и руководитель одной из секций Лукьянова говорили о том, что он постоянно брал у них деньги за то, что они работают. И якобы эти деньги ему нужны были для того, чтобы отдавать их выше, наверх. Хранить огромные суммы на сберкнижке было опасно, заметят органы. Поэтому Владимир Кантор устраивал всевозможные тайники, проявляя редкую изобретательность. Деньги, золото и облигации он прятал под плинтусом, в розетках, в карнизах. Его квартира представляла собой антикварный магазин. И ни один антикварный магазин не мог похвастаться изобилием такого набора товара. Там и было серебро, и фарфоры, и хрустали, и черное дерево, и зажигалки различные. Кантор был по советским понятиям миллионером. Давал заработать подчиненным. Но очень строго следил за тем, чтобы они держали себя в руках. И богатство свое не афишировали, чтобы не вызвать зависть и желание упечь их на нары. Однажды под раздачу попала заведующая секции колготки, которая на спекуляции остро нужным всем женщинам товаром зарабатывала огромные деньги. И тут же их тратила в ювелирном отделе универмага. Купила бриллиантовое колье за 1600 рублей. Ему об этом доложили. Он потребовал сдать это колье, обратно положить до прилавок магазина, что сотрудница не сделала. В таком случае он сказал, мы с вами не сможем работать. Она была вынуждена уволиться. По Москве ходили страшные слухи. Шли посадки торгашей. В тюрьму отправили тысячу человек. И Андропов был очень доволен. Разгром торговой мафии помог ему очистить поле от конкурентов. Всплеск расследовательской деятельности в отношении цеховиков, спекулянтов, дела Елисеевского и другие крупные дела, связанные с торговлей, они все, вот эта вся деятельность бросила тень на Гришина. И он таким образом выбыл из гонки претендентов на пост генсека. Товарищи, сегодня мы провожаем последний путь Леонида Ильича Брежнева, виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения. В ноябре 1982-го умер дорогой Леонид Ильич. И Андропов наконец-то занял вожделенное кресло генсека. Партийный аппарат приуныл. Начались перестановки и смещения. Высокие посты потеряли 18 министров СССР. Переизбрали 37 первых секретарей обкомов партии. Продолжали дрожать и работники торговли. За решетку попали еще 25 ответственных работников московского главторга. Владимир Кантор чувствовал, что над ним сгущается черное облако. За решеткой уже был друг и коллега, директор гастронома номер 4. Но он по-прежнему надеялся на связи. И каждый вечер с кем-то встречался или долго говорил по телефону. Были случаи, когда несколько сотрудников РОВД пытались Кантора предупредить. И все эти сотрудники были вычислены и были уволены за дискредитацию. 1 апреля 1985 года Владимир Кантор выходит из своей квартиры. В руках у него дипломат, в котором по данным милиции огромная сумма денег. Это видит переодетый в штатское сотрудник милиции, дежуривший под видом курящего соседа на лестничной клетке. Кантор садится в лифт. И из подъезда уже выходит без дипломата. Его хватают, надевают наручники. Кантор кричит, что является депутатом райсовета и честным коммунистом. И за это придется ответить. Накануне задержания Кантора несколько сотрудников потихоньку, то есть провели контрольные закупки. Провели очень чисто, профессионально сработали, никто не заметил подвоха. И вечером несколько сотрудников Кантора были взяты под следствие. Обыск на даче в Кратове и в московской квартире Кантора надолго запомнился сотрудникам милиции. Они никогда не видели такой богатой обстановки и настолько хитрых тайников. Молва о том, где можно спрятать деньги и золото, пошла потом по всей Москве. На вес золота оказались ворота в гараже у сына. Дело в том, что ворота в гараже были двойными, да, то есть между ними была полость. И вот эта вот вся полость была заполнена золотыми украшениями. Нашли тайники в проконных проемах, которые были на лестничных клетках. Там нашли украшения золотых ювелирных на 123 тысячи. В тайнике, устроенном в гараже, директор универмага Сокольники умудрился спрятать ювелирные украшения, общая стоимость которых была 250 тысяч рублей. Тут же хранились и облигации государственного займа еще на 80 тысяч. Считали богатство Кантера два дня. Ну, 622 тысячи вело изъято всяких ценностей, там, украшения. Все это было для того времени очень большой масштаб. Ну, что такое 622 тысячи рублей? Человек в год мог заработать 2-2,5 тысячи рублей. Ну, три максимума. Оказалось, что свой дипломат, в котором было 23 тысячи рублей, Кантер спрятал у соседей. Эти люди искренне помогали, как им казалось, очень хорошему человеку. И были удивлены, когда Кантер угодил за решетку. Хозяин универмага Сокольники на допросах вел себя спокойно и даже фамильярно. Ему казалось, что все сотрудники оба ХСС так или иначе ему чем-то обязаны. И страшного ничего не случится. У него были связи, как показывают материалы следствия, и на Петровке-38, и в руководстве и Московского горкома партии, и Мосгорсполкома, и так далее, и ЦК КПСС. Когда Кантер уходил заслушивать приговор, он по старой тюремной традиции роздал все, что у него было своим сокамерником. Попрощался и был уверен, что обратно в камеру не вернется. Его оправдают. Но влиятельные друзья ничем ему не помогли. И он получил 8 лет. Сердце не выдержало. И через неделю после оглашения приговора он скончался. Вскрытие показало, что от сердечной недостаточности. Был арестованный крестный отец столичной торговли Николай Трегубов. Схватили его на выходе из Верховного совета. И на первом допросе начальник главторга твердил, что произошло какое-то недоразумение. На всякий случай его задержали в тот день, когда Гришин, секретарь Московского горкома партии и хозяин города, был в командировке в Венгрии. То есть его не было в Москве. Ни промыслов, потом вернувшийся, потом Гришин, связываться и звонить, и хлопотать по ему поводу не стали. Шли дни и недели. Но следователи все никак не могли найти людей, которые рассказали бы о преступной деятельности Трегубова. Были косвенные улики. Но напрямую всемогущего начальника главторга в воровстве и коррупции никто не обвинял. Сдал его верный друг Моисей Байгельман, который написал письмо генсеку Черненко, что состоит в преступной связи с Трегубовым с 1950 года и передавал от него наверх огромные взятки 34 года. На очной ставке Байгельман рассказал, что ими были куплены торговые и плановые отделы МГК партии и Моссовета. И все контролирующие органы столицы. Шло из торга в управление торговлей, из управления торговлей наверх, еще выше, в главное управление торговлей, партийно-советские органы, в райкомы партии, в Санкт-Петстанции, контрольно-ревизионное управление. Но доказать удалось лишь только то, что однажды Трегубов получил взятку в размере 39 тысяч рублей. Сумма эта по сравнению с преступными доходами того же Кантера была просто смешная. Но тем не менее начальнику главторга дали 15 лет. Да, я вам скажу. Я знаю, что такое советская власть. Знаю, что помимо суда у нас есть и другие органы. Не сегодня, завтра, но разберутся по-справедливому. В основном были подарки. Ну, естественно, руководителю дарят подчиненные подарки. Ну и деньги даже дарят. Но принимать его за это, судить и заключить на столь долгий период, кажется, неоправданная жестокость была.